здравствуйте друзья вопросик зачитываем здравствуйте михаил меня зовут олег тут и фамилия если я так опущу олег 28 лет из москвы спасибо за канал смотрю с удовольствием больше года подписчик прошу разобраться в моей ситуации так сказать дать вектор прошу совета старшего товарищ после службы в армии полтора года я уже семь лет работаю в московском метрополитене электромехаником связи за плечами мкжт московский колледж железнодорожного транспорта это техникум что ли даже не знаю что это пт у техник у меня факультет оптиковолоконная связь а года два назад без отрывает производства закончил мид это институт инженеров транспорта московский факультет автоматика телемеханика и связь ну как хорошо и причем не бакалавр и не магистр а инженер путей сообщения без разницы есть высшее образование есть так значит проблема в том что всем 7 лет работы я чищу реле реле это такое устройство у которого есть обмотка и когда ток через нее проходит контакты замыкаются значит ток пошел контакты замкнулись окей настраиваю ревуны ревуны это ревуны такие сирены металлическая да значит ревуны настраивает похожие на корабельные меняю старые телефоны на новые да и прочее оборудование как написано на шилдике снх это снх друзья это от от слова совнархоз если кто знает что это такое снх ссср харьков 1962 ну то есть прошло какое-то время конечно 50 с лишним лет как делали шестьдесят втором году в харькове то как делали помимо работы на работе мы выпиваем так как девиз моего начальника мы либо пьем либо работаем и других вариантов нет так чтобы выпить и поработать не нет ладно мне этот совок уже надоел я хочу увольняться но не решаюсь так как кроме чистки релюшек и настройки ревуна я ничего не умею имею ввиду на профессиональном уровне в октябре 2015 года подал заявку на dv 2017 хочу попытать часть в калифорнии надеюсь на выигрыш михаил очень вас прошу на изучение каких дисциплин мне податься чтобы не потерять образование к слову в институте а это в 2014 году нас обучали междугородным станциям и декадно-шаговым а тс я между прочим чтобы вы знали автор учебника по междугородным телефонным станциям для техникумов связи так вот вот как раз вот по таким как вы учились и все это в 21 веке это просто смешно действительно декадно-шаговый а тс это ну мы тоже проходили в институте там 70-е годы но это тогда уже было устаревшим то есть 70-е это было устаревший полный отстой тогда были координатные как мне подготовиться к переезду в сша на профессиональном уровне как связист ведь в силиконовой долине нет ревунов и релюшек спасибо за ответ дай бог здоровья вам вашей семье с уважением и так далее ну давайте давайте обсудим во первых строках нашего ответа я вам друзья скажу что не знаю насчет царской россии но вот в советской стране железная дорога вообще от министерства путей сообщения это было государством в государстве таким со своей системой снабжения со своей системой связи в частности вот у них была своя связь вот я учился скажем в институте связи а в московском институте инженеров железнодорожного транспорта имеет вот упоминался значит там был отдельный факультет по связи как и транспортная связь такая вот например у нас есть приятель он смотрит наш канал кстати и живет в вашингтон dc вот в той стороне и тоже работает в метрополитене как олег единственно что этот вот метрополитен вот этого вот вашингтон dc и он там похожей работой занимается то есть поскольку там связь по рельсам идет вот вы понимаете что два рельса это можно рассматривать как два проводничка вот может быть проводочек у которого там носусти там кабелечек с двумя проводничками а можно вот по рельсам передавать вот и он в частности ходит там с приборами и проверяет ну как бы параметры значит передач там параметры сопротивления там вот этих вот рельсов потому что она может меняться в зависимости там скажем поменяли рельс где-то ремонт делали бах изменилось сопротивление там всей этой фиговины потому что там ну что-то произошло вот поэтому как бы транспортная связь это вообще особый мир и то что они до сих пор используют видимо используют декадно шаговые какие-то маленькие станции это явно маленькие да не такие как на 10 тысяч номеров что вот стояли там по всей стране вот хотя кто знает значит почему они дают они такие надежненькие если они вот эти ревуны там эти рылюшки используют которым уже 50 лет так почему бы им не пользоваться маленькими там телефонными станциями которым 50 лет то есть не исключено что учили их вот этим телефонным станциям именно потому что на транспорте вот они используют вот это поэтому нет ощущение такого что в мете людей готовят быть связистами в широком таком смысле вот там приехать и в сиска потом работать вот они готовят для работы на транспорте но на транспорте такие условия то есть я бы я бы так закрадывается такая мысль значит что тут существует если мы сейчас на ситуацию само посмотрим значит ситуация вот какая значит олег отслужил в армии закончил но я не знаю что это закалывать технику в общем закончил технику вот и работает он фактически пролетарием то есть он он даже никто не работает реально технично тоже те обязанности которые у него есть там зачищать реле и настраивать эти ревуны это это рабочий делает то есть для этого не нужно вообще никакого образования какого-то вот такого образования там междугородные телефонные станции декадно-шаговые ничего такого не надо поэтому значит что дальше произошло он выполняет работу рабочего параллельно с этим он получает высшее образование и в этот момент он должен спросить себя независимо от иммиграции понимаете он должен спросить себя так я чего так и буду рабочим с высшим образованием работать и есть рабочие с высшим образованием в наше время было полно рабочих с высшим образованием они выполняли обычно очень квалифицированную работу например я как-то ездил ну частенько ездил на завод промсвязь в минске там где наше оборудование там выпускали которые мы разрабатывали там так там были парни которые на стройку делали наладчики они получали жуткие деньги по тем временам как полковники и генералы у них за они там по 500 рублей там по 600 вырабатывали и так далее то есть на них висел весь завод если они не сделают такие значит план не выполнили короче это это была элита они практически все были с высшим образованием но получив высшее образование они подумали нафиг мне надо в инженеры переходить там на 130 рублей если я вот работаю наладчиком что в принципе рабочая должность там у них разряды были такой разряд сякой разряд вот значит итак у нас есть олег олег получил высшее образование он должен задаться вопросом зачем оно ему надо он мог прекрасно чистить реле и ревуны и не получать образование значит если он его получал значит ему что-то хотел если ему что-то хотелось и он потратил время и я вас убираю что работать и получать образование параллельно это усилие это не просто так соответственно вот такой вопрос возникает значит он может попытаться перевестись куда-то внутри московского метрополитена чем хорош метрополитен там всегда деньги есть понимаете все-таки люди приходят и там денежку платят и ездят я тебя сколько миллионов человек перевозит там в день московский метрополитен 235 не знаю но еще до миллионах значит перевозок в день там есть там должны быть деньги в этом бизнесе поэтому может быть это и неплохо было бы но этом это было бы естественным очень для него движением да то есть он уже семь лет проработал получил образование а чё но или да или нет то есть или есть такие возможности или нет таких возможностей безусловно со своим бригадиром который значит или пьет или работает он на эту тему вряд ли сможет поговорить но наверное есть начальство более высокое и высокое и есть смысл с ними поговорить наверное вот это что он ничего кроме рябунов и рылюшек не умеет это не страшно он так он научится у него же образование то есть значит пойдет научиться дальше что понимаете как значит он конечно вроде бы связист так по образованию ну как бы типа связист по работе он работяга и в общем-то к связи никакого отношения не имеет ну вот автоматика там да вот эти релюшки какая-то автоматика это это даже не связь толку поэтому значит надо искать работу уходить с этого места пока он нашел другое место я бы не стал а чё он работает зарабатывает как жизнь идет но ищи другое место и никакие шоры на глаза не надевай ты скажи себе я открыт абсолютно ко всему вот я пойду сейчас буду вот это делать это дело он может пойти конечно но я опять со своим этим со своей клизмой значит он может пойти там какие-нибудь курсы закончить при там есть мгтв имени баумана вот по тестированию его с удовольствием возьмут потому что он по образованию инженер связист никто не будет лезть в какие-то там его я не знаю релюшки или ревуны там и так далее то есть его надо будет как-то сформулировать чем он занимается более интеллигентно и все вот а так парень молодой чё там 28 лет не возраст значит парень молодой пошел и стал там чем-то заниматься вот может быть если он хочет уж прям совсем как-то такой связью такой хардваром заниматься я не знаю но по моим как бы по ним понятиям жизни инженер это не тот который обслуживает в основном а инженер тот который разрабатывает вот если ты инженер не на бумажке а по жизни ты должен чем-то разрабатывать какие-то устройства и скорее всего электронная правда не ревуны же вот но с другой стороны вот вот тут у него прокол потому что на разработку на дизайн на какие-то такие вещи мало иметь образования то есть на выгодите 28 лет уже мало если бы там в 22 может быть как то еще проще было бы вот но нам надо попробовать почему надо попробовать походить поговорить есть масса учреждения скажем того же министерства связи я не знаю в наше время так называлось сейчас есть министерство связи вот там есть конструкторские бюро там есть какие-то неи и так далее значит может и возьмут я не я не думаю что он будет лучше зарабатывать чем на своих ревунах и рирюшка вот это конечно может быть моментом интересным теперь то что касается иммиграции калифорнии и всех этих дел тут бабушка надвое сказал да значит мало того что бабушка может сказала надвое но мы понимаем что здесь она сказала на один процент а они на 50 правда значит вот эта вероятность выигрыша в green card лотерея один процент поэтому всерьез то рассчитывать особо не на что поэтому я бы вот на его месте сказал бы себе иммиграция это один процесс надо учить английский вот все это замечательно но надо уже вот живешь москве таких возможностей по смене профессии по освоению новой профессии как есть москве нет нигде ну просто вот не несопоставимо поэтому он упользуйтесь возможностями что же такое а то будет как вот со мной ни разу не был мавзолея люди через всю страну пилили там с дальнего востока чтобы четыре часа отстоять в очереди посмотреть дедушку ленина а я вот жил там можно сказать в 15 минутах ни разу не пришел чтобы очереди отстоять поэтому я так утрирую пользуйтесь возможностями есть еще один интересный момент в этом во всем то есть могут быть какие-то возможности о которых мы с вами сегодня даже не догадываемся но просто в голову не приходит понимаете и как мы узнаем что они есть но например вы можете смотреть какие есть вакансии там в той организации в этой организации нужного профиля это не обязательно может быть там связано со связью напрямую это может быть электроника какая-то это может быть какая-то с числовым программным управлением не знаю но если вы начнете очень открыто смотреть вот допустим ну грубо говоря приходите вы там в отдел кадров завода красный пролетарий я надеюсь он еще там есть он когда-то делал роботы и станки с чпу вот этим вот приходите где ребят вот я инженер там ну по транспорту вообще связист есть какая-то работа для меня я не может быть вам скажет вот есть там 10 позиций которые в принципе можно было бы рассмотреть походить поговорите с одним начальником с другим начальником с третьим начальником там пойдите там в цкб министерство связи на улице народного ополчения вот и значит сказать мужики вот так и так интересуюсь нет ли чего и пройдетесь там по трем-четырем начальникам они вам что они скажут поэтому что тут сказать я бы это так вот расшифровал вот эту задачу то есть все упирается в то чтобы не не загонять себя в невозможность того или этого а в открытости и сказать пошли смотреть чего есть мир прекрасен мир гигантский в нем есть абсолютно все возможности которые вообще можно только представить себе на свете и мы о большинстве этих возможностей даже не знаем ничего а может быть там нужно программировать что-то они вас научат я не знаю ну ну я утрирую может быть там без компьютер сайенс там не возьмут даже начинающим я не знаю ну ну тестером возьмут поэтому вот вот я бы так сказал да так 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 такое мое видение значит если вы доберетесь когда-нибудь до соединенных штатов значит соответственно вас должен быть в первую очередь должен быть английский язык во вторую очередь у вас должна быть вот та же самая открытость которая вам который я считаю вам не хватает сегодня дома то есть вы даже сказать себе я открыт ко всем возможностям которые в новой стране на меня могут просыпаться вот потому что никто не знает кем вы тут будете если попадете и может быть есть еще сто замечательных дел о которых вы даже не догадываетесь сегодня но в которых вы там расцветете и заблагоухаете совершенно необязательно вот там приезжать сюда связистом и работать связистом и я не знаю там хотя я вас уверяю здесь дерево тролюшки тоже чистят наверное эти ревуны наверное тоже где то есть вряд ли они сделаны были в совнархозе харьковском ну где то еще были сделаны вот то есть работать работягой здесь полно работы не они не то чтобы здесь вот рабочему податься некуда нет вы чего полно работы для рабочего совершенно не обязательно чтобы вы делали то же самое раньше ну научитесь вам покажут там и так далее то есть можно быть рабочим можно быть водителем там есть от рака там масса масса всего значит ну так так бы я сказал но вот все таки мой совет я возвращаюсь мой главный совет состоит не в том чтобы в сторону эмиграции что-то делать прямо сейчас вот профессионально а в том чтобы даже если никакой эмиграции нет не будет и не надо спросить себя зачем я получал высшее образование если вы хотите работать там где требуется высшее образование ищите работу требующую высшего образования у вас до этого есть абсолютно все кроме уверенности в себе вот вот собственно и все вот пошел и начал делать вот не пошел не получил ничего месяц займет не знаю два месяца тоже не знаю три месяца тоже это не имеет значения даже если займет три месяца вместо двух недель как хотелось бы может быть ну так три месяца в жизни не значит ничего мы же о серьезных вещах говорю я бы так сказал ну наверное все наверное все затягивает рутина понимаете вот начинаешь там работать там с ревунами и с релюшками а еще стакан пропустил ночь и вообще а таз полный уже хорошо но но мы видим что олегу это этого маловато то есть он как-то вот не недоволен этим она его тяготит вперед 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 значит двигаемся туда где не нужно либо пить либо работать может вообще пить не нужно только работать вот и все господи что же он мигает красным то у меня тут это что же что же это значит такое друзья такого еще не было чтобы наш светофор мигал красным так все мне звонят я с вами прощаюсь я Субтитры создавал DimaTorzok